О, а что это у нас столько пространства зазря пропадает? Лучший вид на радиотелескоп. Какая зарплата у радиоастронома? Вместо того, чтобы зарабатывать деньги, они занимаются какой-то спокотой. Это лучший город для работы на самом деле. Институт. Белка. И повесили в холле института. Шутки прекратились сразу же. Наукоград-Пущино – это южная окраина Московской области. 80 километров от Ункад по Симферопольскому шоссе на машине. Если ехать рано утром, минуя пробки, можно добраться за час небольшим. Затевался город в середине 50-х как советский центр биологических исследований. Здесь до сих пор работают шесть профильных институтов. Но еще до биологов эти края облюбовали астрономы. В 1956-м на территории будущего города начали строить Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию. Одну из самых крупных в Советском Союзе. Каждый раз, когда вы настраиваете радио, вы слышите космос. 10% вот такого шума – это синхротронное излучение нашей галактики. Млечный путь. А вообще все звезды, планеты и вообще любые космические объекты постоянно находятся в прямом эфире. Вот только для того, чтобы их услышать, антенны нужны помощнее. Пример вот такие. Это первый пущинский радиотелескоп РТ-22 на момент постройки самый большой в мире. А сегодня, наоборот, самый миниатюрный. Но, тем не менее, он по-прежнему остается в строю и почти каждый день участвует в исследованиях. Мы на технической вышке. Сюда забираются крайне редко для того, чтобы провести какие-то ремонтные работы. И отсюда открывается лучший вид на радиотелескоп. Это отличная возможность рассказать, как он работает. Итак, радиоволны, которые излучают все космические объекты, ну, скажем, вот, к примеру, радиоволны от Солнца, падают на основное зеркало. От него отражаются на второе зеркало, которое находится вот там повыше. И от него еще раз отражаются, падая в центр чаши, где находятся вот такие небольшие рупоры. Дальше сигнал усиливается и отправляется на обработку и расшифровку. Создавали РТ-22 на Путиловском машиностроительном заводе. И некоторые части этого точного научного аппарата были позаимствованы у других, не менее точных аппаратов. Когда конструкторы Путиловского завода глянули на чертежи, они сказали, о, зачем же делать такую башню, поворотное устройство. Точно такие башни есть у орудий главного калибра линкоров. Линкоры сейчас списаны. То есть перекуем мечи на оралу, значит, вот это фактически так и работало. После РТ-22 в Пущино начали появляться другие, более мощные радиотелескопы. Один из них даже косвенно поучаствовал в истории самого важного астрономического открытия 20 века. Но это было позже, во времена, когда Пущино уже стал биологическим научным центром. Пущино на Оке, город науки, главное назначение которой – сделать жизнь человека счастливой. Это кадры с 72-го года. В этот период в Пущино часто приезжали съемочные группы, чтобы зафиксировать на пленке советскую утопию. Вот счастливые научные сотрудники в суперсовременных лабораториях. Вот они же пьют чай с самовара и поют песни под гитару. Потом снова работают, но уже на свежем воздухе, с видом на речку. Идиллия. Впрочем, жизнь этого небольшого города, сплошь населенного академиками, действительно была не совсем типичной. Вот, к примеру, директор Центра биологических исследований профессор Скрябин. Так и не скажешь, что после заседания этот солидный товарищ поедет домой на Розовой Волге. Важнейшей задачей современной биологии является познание законов жизни. В жизни Пущино академик Скрябин принимал самое активное участие. К примеру, именно благодаря ему на довольно типовом фасаде ресторана под названием «Зеленая зона» появилась первая и единственная в Пущино – мозаика. Позвали художника-монументалиста под псевдонимом Праски Витти, которого академик Скрябин привез из Москвы на своей ярко-розовой Волге. И академик Скрябин ему сказал, ты художник? Нарисуй нам не людей и не пейзаж, не жизни, не смерть, не камень и не воду. Нарисуй нам метаморфозу жизни. Потому что мы биологи, мы даже сами не понимаем, чем мы занимаемся на самом деле. Так вот появилось вот это… То есть это что-то непонятное? Это что-то непонятное и что-то про метаморфозу жизни и про грани между живым и неживым. Напротив «Зеленой зоны» – Институт теоретической и экспериментальной биофизики. Несмотря на сложное и даже пугающее название, занимаются здесь вполне понятными исследованиями. К примеру, в этой лаборатории разрабатывают радиопротекторы, которые могут защитить человека от радиации. При каких-то техногенных авариях, то есть там людям можно будет вколоть, и это снизит повреждающее действие. А также эти вещества можно использовать при терапии различных опухолей. То есть в рамках лучевой терапии, когда человека с онкологией облучают, мы можем использовать эти наночтицы, защищая окружающую опухоль ткани. Кстати, подопытные, на которых сегодня испытывают этот препарат – предмет отдельного исследования. Это плоские черви под названием планарии. Встретить их можно в любом уголке земного шара. И все особи обладают одной сверхспособностью. Они умеют восстанавливать практически все части своего тела. Планарию длиной полтора сантиметра можно разрезать на 279 кусочков и в итоге получить 279 полноценных особей. Секрет в том, что даже у взрослых червяков по всему телу рассеяны стволовые клетки, которые могут при необходимости превратиться в любой другой тип клеток, без каких-либо ограничений. Если ответить на вопрос, какие именно механизмы отличаются в столовых клетках от планарии у человека, то можно, в принципе, выйти на тот уровень, что мы поймем, как нам обеспечить, допустим, в организме человека высокий пул столовых клеток в течение всей жизни. То есть таким образом мы не бессмертными стали? Да, но, по крайней мере, во-первых, увеличим срок продолжительности жизни, во-вторых, сними многие вот эти заболевания, которые возникают, да. И самое интересное, что у планарии нет рака. Кстати, онкологическими заболеваниями в Институте биофизики тоже занимаются. Сейчас, к примеру, ищут лекарства от лейкиемии. В некоторых случаях, а на самом деле в большинстве случаев, лейкоза, как правило, как правило, не особо чувствует терапию. Лекарства пациенту дают, 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 а ответ очень маленький. Либо вообще его нет, либо ещё усугубление идёт. И вот именно вот этот интерес, что лежит в основе данного явления, и лежит в основе нашей работы, точнее, работы моей группы и моей лаборатории по большей части. Как аккуратно, буквально тонким пинцетом залезть туда, убить именно больную клетку, не затронуть никак здоровую, и уже попытаться не то, чтобы помочь, а спасти. Фасад института теоретической и экспериментальной биофизики с момента постройки почти не изменился. Это кадры 1972 года, а вот современность. Вообще в Пущино нетронутыми стоят большинство исторических зданий. И опытный глаз в этих, вроде бы неприглядных типовых постройках, сразу узнает яркие образцы советского модернизма. Модернизм – один из трёх оригинальных советских архитектурных стилей. Характерные черты – брутальность, функциональность, аскетичность. После сталинской декоративности это направление, конечно, сужало простор для творчества. Взять, к примеру, пущинские институты. Все лабораторные блоки построены по типовым проектам. Но зато на общественных пространствах архитекторам давали оторваться от чётких регламентов. Входные группы некоторых институтов сегодня – признанные шедевры советского модернизма. Например, вот здесь эффектная лестница. Она нас отсылает к образу ДНК, к этой спирали. Здесь вообще всё закручивается. Например, вот эта вот стена со скульптурным панно. Обратите внимание, она выходит за пределы здания. И таким образом интерьер здания и экстерьер, они смешиваются. И создавая такое единое пространство, ты не совсем понимаешь, где заканчивается улица, где начинается уже само здание. А это гостиница Пущино. Тоже вполне типовая коробка. Если бы не одно «но». На крыше гостиничного ресторана расположены фермерские теплицы. Вообще, изначально всего этого здесь не было. Просто в какой-то момент сотрудники гостиницы подумали. О, а что это у нас столько пространства зазря пропадает? Тут же пригласили архитекторов, просчитали смету, сделали проект. И, пожалуйста, ну что, урбанистический облик здания сохранён, функциональность повышена. Вполне в духе советского модернизма. Это технический этаж здания. И здесь дух модернизма ощущается особенно остро. Не терять ни одного квадратного метра пространства. Вот тут за стенкой лифтовые шахты, вентиляция, другие коммуникации. Ну вот мы заходим в следующее помещение. И здесь, да, тренажёрный зал. Причём тренажёрный зал со своей собственной смотровой площадкой. Глядя на пущено с высоты, можно в полном объёме оценить красоту архитектурного замысла. Город чётко разделён на научную часть и общественную. Все институты вытянуты вдоль институтской улицы и отделены от жилых домов зелёной зоной. Это в честь неё назвали тот самый ресторан с мозаикой. Парк длиной почти в два километра состоит из секторов, и в каждом растёт свой род деревьев. Дубы, липы, сосны, каштаны. И каждое дерево под охраной. Здесь сложно что-то срубить или выкопать, потому что общественность очень озабочена сохранностью природного ресурса городского. Ну, тут целая улица биологов, конечно. И встаёт на её защиту сразу же. Шутка ли? В Пущино есть целый институт, который занимается изучением одного конкретного рода животных. По крайней мере, так может показаться, глядя на выписку. Институт белка? Институт белка. Конечно, в самом институте этот каламбур никому смешным не кажется, но портрет белки в фойе на входе всё-таки висит не случайно. Это реальная история. Как-то раз в Президиуме Российской Академии Наук решили сделать английский вариант собственного интернет-сайта и перечислить там все свои многочисленные научные институты, чтобы весь мир знал и завидовал. Вот только на профессиональном переводчике создатели сайта сэкономили. Ну, естественно, нас перевели как «Squirrel Institute». Вот это было хорошим поводом повеселиться. Мы с Алексеем Донатовичем, с моим замом, почесали в затылке и сказали, ну, спасибо. Пусть белка будет нашим символом теперь. И повесили в холле института. Лёша достал большой портрет белки, мы его туда прикрепили. Шутки прекратились сразу же. Впрочем, даже если обыватель правильно поставит ударение в название, понять, чем именно занимаются в этом институте, всё равно будет непросто. Что такое белки? Ну, большинство, наверное, ответит как-то так. Белки – это то, из чего состоит еда. Ведь на любой этикетке написано «жиры, углеводы и белки». А ещё яйца есть, желток и белок. Но в действительности не только еда состоит из белков. Из белков состоит вообще всё живое на нашей планете. И даже в желтке тоже есть белки. Их там больше, чем в белке. Надеюсь, никто не запутался. Фактически белки – основа жизни. Они – материал для построения клеток, тканей, образования ферментов, гормонов, гемоглобина и других особо важных соединений, в том числе обеспечивающих иммунитетную инфекцию. Всего белков сотни тысяч, если не миллионы. Структура у них зачастую очень сложная, а размеры очень маленькие через микроскоп не рассмотришь. Вот и приходится для изучения этой структуры создавать отдельные институты. Знание структуры может помочь подобрать ему пару, какую-то другую молекулу, которая с ним провзаимодействует плотно, свяжется с ним и будет ему мешать. Это как вопрос и ответ, болезнь, лекарство. Да, совершенно верно. Токсин, антитоксин. Ну вот, скажем, как история с коронавирусом. Его взаимодействие с клеткой обнаружилось очень быстро, потому что это изучали раньше. И знали, что это и есть рецептор ангиотензин, превращающий фермент на поверхности клеток. И стало понятно, как ему помешать, как его заблокировать. Как вы наверняка помните, изучением мироустройства в Пущино занимаются не только биологи. И несмотря на то, что город считается центром биологических исследований, визитная карточка Наукограда никак с биологией не связана. Это ДКР-1000 – диапазонный крестообразный радиотелескоп длиной тысячи метров. Именно он чуть было не сыграл ключевую роль в истории одного из самых крупных радиоастрономических открытий 20-го века. Это середина 60-х. Радиоастрономия – некошенное поле для открытий. Крупных обсерваторий по всему миру не больше десятка. Самые крупные – Пущинская в СССР, обсерватория Паркса в Австралии и Кембриджская обсерватория. Вот именно там трудится этот товарищ. Энтони Хьюиш, физик, он изучает пульсирующие объекты. В декабре 1967-го аспирантка Хьюиша Джосерин Белл, расшифровывая данные одного из радиотелескопов, обнаружила очень странный сигнал. Регулярные импульсы с интервалом чуть больше секунды. Такую амплитуду не мог выдавать ни один известный естественный источник. Ученые поначалу даже решили, что наткнулись на послание от инопланетной цивилизации и назвали сигнал LGM-1, от английского «Little Green Man». Но сделав еще несколько наблюдений, Хьюиш и Белл поняли, они имеют дело с неизвестным до этого видом нейтронной звезды. Позже ее назвали «пульсар». И за это открытие Хьюиш получил Нобелевскую премию. Узнав об этом, пущинские астрономы тут же принялись искать свои собственные, новые пульсары. Конечно, в этот же вечер приехали, собрали здесь инженеров, так сказать, сотрудников, все, и попробовать. Ну вот, через меридиан скоро пройдет один. Посмотрели, не получилось. Это вот на этом радиотелескопе? Да, на этом радиотелескопе. Другого не было. Стало ясно, что у нас аппаратура не подходит для этого. Она слишком инерционная. Нет малой постоянной времени. Пожалуй, это была единственная такая вот трудность. То есть надо было несколько ее подправить. Если бы тогда кто-то немного подправил оборудование, то, возможно, сейчас мы бы говорили с Нобелевским лауреатом. Но история со слагательного наклонения не терпит, и все случилось так, как случилось. После всех этих событий Рустам Дакисаманский с коллегами все-таки открыл несколько своих собственных пущинских пульсаров. А Энтони Хьюиш на излете 70-х приехал в гости к своему советскому коллеге. А еще позже в этой обсерватории построили новый, пожалуй, самый необычный радиотелескоп. С виду это обычное поле, затянутое проволокой. Этот необычный радиотелескоп работает на частоте 102,5 МГц. Ну, то есть примерно длина волны составляет 3 метра. Длина волны, для того, чтобы все корректно работало, должна совпадать с размерами диполя. Диполь – это расстояние от одного изолятора до другого изолятора. Вот здесь примерно 3 метра. Так вот, все работало совершенно замечательно. Долгие годы, пока в середине 90-х, не начали вещание коммерческие радиостанции. И начали они вещание как раз на той самой частоте – 120,5 МГц. И радиострономы, вместо того, чтобы слышать космос, начали слушать радио. Ну, для них это, конечно, были помехи. В итоге стало очевидно, что радиотелескоп придется переделать. То есть нужно сократить длину волны. А значит сократить размер диполя. Уменьшить его примерно на 20 сантиметров. И все бы ничего, вот только этих диполей здесь 16 тысяч. Непростая была работенка. Вообще, история этих мест началась задолго до того, как здесь появились радиотелескопы и биолаборатории. Современный Пущино стоит на месте древнего города под названием Тишилов. По общепризнанной версии, это поселение Вятичей возникло здесь аж в 12 веке и было важным стратегическим объектом. Раньше Аку на этом участке можно было форсировать вброд. Так что именно через Тишилов проходил Муравский шлях. Один из главных путей нападения крымских татар и нагайцев. Но с расширением границ государства крепость, обнесенная валом, свою роль утратила. А после того, как Крым впервые стал нашим, Тишилов и вовсе исчез. С конца 16 века земли принадлежали дворянскому роду Пущино, который дал название будущему городу. А в конце 17-го перешли Арцебашевым, которые построили на берегу реки шикарную каменную усадьбу. Усадьба под названием Пущино-на-Оке стоит и сегодня. В городе даже есть указатели, которые якобы должны помочь до нее добраться. Но узкую асфальтированную дорогу, ведущую через частный сектор, сначала сменяет убитая бетонка. А через пару сотен метров заканчивается и она. Сдается мне, что где-то мы свернули не туда. Но нет, утопающая в зелени дорога все-таки выводит нас к такому же утопающему в зелени зданию. Вернее тому, что от него осталось. А ведь у этой усадьбы богатая история. Кроме знаменитых хозяев и знаменитых гостей, это место очень любили кинорежиссеры. В 1928-м Константин Эгерт снимал здесь своего хромого барина. А в 77-м уже заметно обветшалая усадьба стала домом генеральской вдовы Анны Петровны Войницевой, главной героини Михалковской пьесы для механического пианино. Вот современный вид с точки съемки оператора картины Павла Лебешева. Уже более полувека здание стоит без ремонта. В 2019-м у памятника архитектуры федерального значения рухнула крыша. Оставшийся без присмотра парк постепенно превращается в лес. И с каждым годом все сильнее и сильнее затягивает усадьбу зеленью. Местные дорожки и прошпекты, по которым когда-то фанировали туда-сюда, обитатели усадьбы тоже зарастают. До наших дней сохранилась только вот эта центральная тропинка. Так что о былой роскоши здесь уже мало что напоминает. Так, полонамеки. Ну вот, к примеру, очевидно, когда-то это был пешеходный мостик, соединявший между собой два пруда. Один затянут сидой, второй вовсе пересох. А мостик... Ну вот, трещина уже пошла. Сколько он еще простоит? Впрочем, по словам специалистов, шанс спасти старинную усадьбу еще есть. Маяки, которые были установлены в 80-х годах на доме, они не двигаются. То есть, как бы, мы на них смотрим, они стоят. Значит, соответственно, как бы дом более-менее в нормальном виде, за исключением кровли. И сейчас мы работаем над предметом охраны, потому что нету просто необходимых документов в данный момент. Мы работаем сами, выходим сюда, косим траву. Руками? Да, руками, да. Буквально вот неделю назад здесь вот такая вот была травища. И, в общем-то, для Пущина такая запущенность – обычное дело. Большинство памятников советского модернизма с момента постройки тоже стоят без ремонта. Теплицы на крыше гостиницы давно заброшены и при всеобщем равнодушии медленно разрушаются. Спортзал на чердаке не работает. Бывший ресторан «Зеленая зона» уже давно не принимает иностранных делегаций. И вообще никого не принимает. А один из лучших в мире радиотелескопов уже много лет работает в полсилы после очередного визита охотников за цветными металлами. Количество сотрудников обсерватории за последние несколько десятилетий сократилось вдвое. По нашей обсерватории я могу сказать, что очень нуждаемся в молодых кадрах. Здесь у нас три крупных радиотелескопа. Все они дают очень приличную, так скажем, научную информацию, востребованную. А с чем связано, что молодежи нет? Довольно низкие зарплаты, я бы сказал так. Я извиняюсь, конечно, что так приходится говорить. Если не секрет, сколько радиоастроном, какая зарплата у радиоастронома может быть? Ну вот если инженеры молодые, которые к нам поступают, они имеют зарплату около 20 тысяч рублей. Если он молодой, ему нужна еще и квартира, ему нужно еще содержать семью, это совершенно невозможно сделать. К нам относятся несколько снисходительно. Ну, они очень умные люди, потому что вместо того, чтобы зарабатывать деньги и их красиво тратить, они занимаются какой-то скукотой. Собирают пробирки с белками. Именно. Это же странно. Странные люди. Зачем мы им платим? Вот когда это изменится, изменится и Пущина. Говорят, все познается в сравнении. Если так, то красноречивее любых слов вот эти кадры кинохроники, снятые в далеком 72-м. Конечно, при должном желании и мастерстве красоту можно найти где угодно, но вот вроде бы обычный эпизод. Мальчик запускает бумажный кораблик в городской фонтан. А вот этот же фонтан сегодня. Может показаться, что советская утопия не устояла перед звериным оскалом капитализма. Но нет. Попробуйте спросить про пересохший фонтан у кого-нибудь из местных научных сотрудников. Ответ будет неожиданный. А у нас есть фонтан? Ну, там вот где-то мы ходили, видели. Ну, значит, есть, да. Не до него. Честно, не до него. Есть цепь более важная, более глобальная. А, ну, да, хорошо. Теперь есть фонтан, я буду знать. Хорошо. С точки зрения работы, опять-таки, это мое мнение, я думаю, что мои люди меня поддержат, это лучший город для работы на самом деле. Потому что здесь нет отвлекающих социальных факторов. Но здесь мера фанатизма. Важна именно мера или уровень фанатизма, если вам будет угодно. Потому что ученые – это не профессия, это призвание. Поэтому для нас это смысл или цель жизни, если хотите. И еще раз повторюсь, Пущино – это очень удобное гнездо для формирования наших целей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова